продуктам не знакомы. Вебинар, в принципе, будет продажный, хотя без каких-то технических аспектов не обойтись, потому что это продукт специфический и очень сложно его понять, если не знать некоторых технических тонкостей. Я попытаюсь вкратце их так рассказать доступным языком, потому что, думаю, не все связаны с литьем, с пластмассами. Так что вот так. Как обычно, слайд про сравнение возможностей программных комплексов, что во всю линейку AutoCAD Inventor входит сам Inventor, AutoCAD Mechanical и Vault. Можно посмотреть на примере продукта Inventor Tooling Suite. Какой из модулей в нем является уникальный? Это проектирование литейных форм оснастки. Все же остальное разбито тоже по категориям. В Simulation это расчет напряжения, динамический анализ и так далее. В Professional есть все. Теперь непосредственно к презентации, извините. Мы сегодня рассмотрим, какая ситуация на рынке, возможности программы, какая аудитория, какие есть конкуренты и какие же преимущества у продукта Autodesk над этими конкурентами. Ситуация на рынке. Пластмассы занимают сейчас одно из ведущих мест среди конструкционных материалов в машиностроении и их потребление в отрасли растет и соизмеримо с потреблением стали, так как цена на пластмассу, на саму пластмассу, на ее производство, на мехобработку в 2-3 раза меньше, чем на сталь. И поэтому рост их употребления гораздо больше, чем стали. В отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий занято 10 тысяч производственных предприятий по всей России. На долю Москвы приходится порядка 10%. То есть это достаточно хороший такой серьезный рынок. 10 тысяч предприятий, из них тысяча в Москве находится. Но, несмотря на такие цифры, 25% все равно это импорт. 40% пластмассовых изделий получают литьем под давлением. То есть это станки, термопласт-автоматы они называются. Вот специально для них делается эта оснастка пресс-формы. Рост производства пресс-форм достигает 30% в год. И в последнее время на российском рынке преобладают почему-то китайские пресс-формы. Это недопустимо. С тем учетом, что российское производство достаточно хорошо стоит на ногах и может позволить себе заниматься производством таких вещей, как пресс-формы. А оснастка это достаточно дорогая. Минимальная цена это 150 тысяч рублей. Производство пресс-формы занимает около двух месяцев. И из них 50% времени. Ну, это грубые цифры. На самом деле, производство, именно конструирование пресс-формы занимает где-то в районе 12 дней. Ну, 15. Но с учетом того, что зачастую у нас инженерные кадры не совсем подготовлены, то приходится потом постоянно какие-то вносить изменения. И в итоге подготовка конструкторской документации занимает 50% времени. Это подготовка эскизов изделий, эскизная графика, построение 3D-моделей, фотореалистическая визуализация и конструкторская проработка моделей и разделение сборочной модели на отдельные конструктивные элементы. Автоматизация этих работ, конечно, необходима, актуальна. Саппор, который позволяет автоматизировать данный процесс, появились где-то в начале 2000-х, но почти все они представляли небольшой набор библиотек со стандартными деталями, которые входят в пресс-форму, или их было сложно адаптировать эти программы под конкретное производство. Autodesk же выпустил модуль для проектирования пресс-форм не так давно, года два назад. Два года назад даже. Но это сразу была такая полноценная и работоспособная программа, реально помогающая инженерам. Inventor Tooling Suite вы можете представлять своим клиентам как систему трехмерного твердотельного проектирования, предназначенную для проектирования и анализа пресс-форм для изготовления пластмассовых изделий. Тут два ключевых слова – проектирование и анализ. Многие продукты в этом же направлении не предлагают такие широкие возможности анализа. В итоге, приобретая Inventor Tooling Suite, клиент получает сокращение сроков проектирования, соответствие всем мировым стандартам, увеличивается производство, естественно, снижается количество ошибок. Есть написан анализ процессов литья, возможно произвести унификацию оснастки на предприятии и также спрогнозировать качество получаемого изделия. Следовательно, можно создавать и проверять формы, избегая при этом ошибок и повышая производительность. На этом слайде я попытался вывести GIF-изображение. У меня, правда, не лицензионная версия этой программы, которую я перевела с AVIF GIF. В принципе, эта табличка не сильно мешает, вы на нее не обращайте внимания. В правом верхнем углу видна пресс-форма такой, какой ее получают на производстве. Вот такая она состоит из металлических пластин, которые потом собираются воедино. На GIF-ке это в левом верхнем углу, вот эта подвижная часть. Одна часть пресс-формы неподвижна, которая находится с правой стороны, другая часть подвижна. Она ходит по таким направляющим траверсам, вот сейчас она замкнется. Коричневой частью выделены матрицы пуансон, они полностью повторяют контур детали. Сейчас будет залита вовнутрь пластмасса, вот она обозначена красным цветом. Матрица пуансон раскрывается и с помощью толкателей, вот таких штырей, деталь выйдет наружу. Это порезанный пополам станок LPD. Я думаю, что он прояснит вам, что же такое процесс литья под давлением. Они бывают горизонтальные, вертикальные, с кучей всяких наворотов, но в принципе бездействие остается одинаковый. Как я уже говорил, проектирование конструкторской документации занимает 50% времени. Это не учитывая корректировки в документации после испытаний. И большую часть времени занимают расчеты формообразующей части матрицы пуансона. Это те части, куда поступает расплавленная пластмасса. И так как после затвердевания и охлаждения происходит усадка, то есть уменьшение размеров деталей, то необходимо просчитать матрицу и пуансон так, чтобы с учетом этой усадки деталь получалась необходимых размеров. Проектирование пресс-формы в Tooling Suite с момента получения заказа до выхода готовой конструкторской документации занимает один рабочий день у подготовленного специалиста. Все расчеты в Tooling Suite и построения основываются на базе трехмерной детали, построенной в инвентаре. То есть вы импортируете детали из инвентара, проводите некие манипуляции, и в принципе вокруг этой детали строится сама пресс-форма. Проектирование в Tooling Suite производится поэтапно, как и на производстве, благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Ленточный интерфейс помогает в проектировании, предлагая выполнить все операции разработки пресс-формы поэтапно. На данном слайде три основные ленты. Они в принципе действительно помогают поэтапно выполнить проектирование. Изначально это лента компоновки пресс-формы. Дальше идет лента матрицы и пуансона. И последняя лента – это уже непосредственно сборка пресс-формы. Вся работа происходит в среде инвентар, так что не нужно привыкать к новым каким-то настройкам, к интерфейсу. Все достаточно удобно и заключается в итоге на трех дополнительных лентах, которых нету в базовом сьюте. Тулинг – это комплексная программа, и она учитывает все этапы проектирования. На первом этапе, как я сказал, загружается деталь, для которой необходимо сделать пресс-форму. Далее производятся расчеты отливки и генерируется формообразующая часть. Потом на третьем этапе вокруг формообразующей части из библиотеки пресс-формы вставляется стандартизованный пакет плит. Вот он тут называется пресс-форма. В принципе, да, это правильно. Вот этот пакет плит, он и есть пресс-формы. Но без компонентов, естественно, эта пресс-форма работать не будет. И далее в пакет добавляются компоненты. Пресс-форма – это плитниковая система, которую я вам уже показывал, по ней будет поступать матрица материал. Это система охлаждения и еще достаточный перечень стандартных элементов. И на завершающем этапе генерируется готовая документация. Пресс-форма имеет следующую структуру. Еще раз повторюсь, это пакет плит, система центрирования, система питания – это литниковая система. Система выталкивания – это те штырьки, которые были на гифке и выталкивали деталь после того, как открывалась пресс-форма. Система охлаждения – система формообразующих деталей. Это матрица и пансон. Кроме системы формообразующих, все детали могут быть стандартными. Они могут дорабатываться из стандартных деталей, которые поставляются иногда готовыми на 100%, иногда как заготовки. Все функции Inventor Tooling Suite, позволяющие создавать пресс-форму, можно разбить на следующие категории. Это интегрирование функции MoldFlow. Второе – это автоматизированный процесс создания матрицы пуансонов. Третье – автоматизированный процесс создания пресс-форм, то есть пакета. Автоматизированный процесс создания компонентов пресс-форм и автоматизация в черчении. Теперь подробно о каждой из этих функций. Первое – это интегрированные функции MoldFlow. Какое же преимущество дают эти интегрированные функции? Вообще, самый лучший модуль расчета в своем классе действительно у Inventor. Есть большое количество программ, которые являются конкурентами в плане проектирования пресс-форм. Но такого качественного модуля расчетов нет ни у кого. Проведение анализа заполнения пресс-формы позволяет выполнить оценку всего проекта пресс-формы, включая систему подачи. В результате вы получите наглядные данные по времени заполнения, по скорости потока пластмассы, по достоверности заполнения, по прогнозу качества, по наличию воздушных включений. Это все в очень удобной интерактивной такой форме. Можно сделать анимацию, например, по скорости потока пластмассы и по времени заполнения. Будут построены графики, будут сгенерированы отчеты в удобном формате, где будет предложено выбрать определенный тип оборудования с определенной скоростью впрыска. Будут сгенерированы места впрыска. То есть, если раньше изначально нужно было пользоваться ГОСТами, потом, когда специалист становился более опытным, он интуитивно находил эти точки впрыска, то сейчас, если вы не опытный специалист, то программа, естественно, поможет вам разобраться, где же удобнее назначить ту точку, куда будет впрыскиваться пластмасса. Также, задав конечную конфигурацию детали, можно узнать усадку. Задав, например, глянцевую или матовую поверхность, будет по-разному сгенерирована ваша конечная деталь, вокруг которой потом будет построена матрица и пуансон. Отчеты будут содержать полную информацию о процессе литья, создадутся определенные диаграммы, и по их результатам можно изменить некоторые параметры.